Привет, дорогие друзья! Встретил на ресурсе Радио Свобода Крым Реалии информацию, историю историю настоящего украинца который живет в Крыму и уже по сути по самому названию этого видео понятно как ему там в Крыму живется вырвали волосы за украинский язык нам рассказывается история этого мужчины, который бесстрашно стоит на набережной Ялты и поет украинские песни по проходящим мимо людям видно, что они шокированы тем, что в Ялте исполняются эти украинские песни немало людей нападает на него Він у вишиванцей, шароварах та зоселецем голос этого мужчины уже понад 10 лет частью легендарной атмосферы Ялтинской набережной И они подчеркивают, что он не боится несмотря на анексию не боится Попри анексию, не боится и спевает украинскую А вы же знаете, что украинский язык запрещен в Крыму и за одно украинское слово можно схлопотать 5-7 лет Вот подходит женщина Надо за смелость человеку поблагодарить Спасибо вам Спасибо большое Здесь это очень рискованная надежда Удачно, просто повезло журналистам Радио Свобода что эта женщина подошла и поблагодарила мужчину за смелость Ну действительно смелость, потому что повторяю, во-первых, украинский язык запрещен Во-вторых, от 5 до 12, по-моему, за использование украинского языка А за песни, за украинские, там пожизненно вроде Ну вот подходит второй мужчина И тоже он видит, что камера снимает Он закрывает лицо Прямо как разведчик настоящий Ну я вам скажу, что еще немалую смелость надо иметь Для того, чтобы подойти и опустить монетку В шляпу этого кабзариста Кабзуна Побачивши камеру, дехто прикриває обличчя, але все одно підходить Ну да, он на самом деле спел Порошенко Вы представляете, уже вообще зажигает в Ялте Ну это как бы смешно вроде как Смешно, но ничего смешного нет в его жизни Суровой В Криму дід Михайло живе понад 40 років А народився в селі на Вінниччині З дитинства мав слабкі бронхи Тому лікарі порадили йому переїхати до Криму Вот как он оказался в Криму На самом деле в селе на Вінниччині родился А теперь он кримчанин Показує, де живе В сарайчику на околиці Ялти Так прямо жарко там Не закриваю я Закриваюся я Тому що о так прокриваю трошки Тому що пацюки залазят Грустная музыка, грустный рассказ Пацюки лезут, ну криси к нему туди пролазять Закриваються, живе в сарайчике Господи, Господи Історія-то ведь грустная На самом деле так і хочеться Ну всплакнути, что ли? Показуючи свою домівку Михайло згадує, як на нього тут напав сусід За український патріотизм І українську мову Штовхали там, так умовно кажете Виштовхували Нападають на нього соседи За український патріотизм Волоси йому виривають Господи, плюс він ще й болеет А там полный, короче, полный фарш Але це не так страшно, як А от навколо В маршрутці, дома Ось цей сусід на мене Саша Трушин Нападав весь час І навіть побив трохи так бив І за чуба вирвав половину чуба Це тоді, коли я такий був хворий І в маршрутці І Саша, ну, Трушин Нападав А дедушка ще й болеє Ну, в общем, реально Реальна історія грустна Без всяких там Що єле ходив Все позавторик, по-моєму Мало того, що він болеє Його б'ють в маршрутках І нападають соседи Виривають йому волоси Він ще й інвалід У Михайла немає фаланг кількох пальців І коли я, глядя на цей сюжет Уже витирав слези Вони мене ще добивають Поддих Через різні політичні погляди Дід Михайло не спілкується зі своїми дітьми Зв'язок тримає лише зі старшим сином Отці такі проросійські Вони в комуністичній школі вчилися Молодший син і донька ще младше Що й діти в комуністичній школі вчились І тому стали проросійськими І з дідушкою не общаються На самом деле Я просто слези немножко Проглочу На самом деле Они нашли этого деда В августе На Радио Свобода Появился репортаж о нём Неожиданно наше внимание На набережной привлекла Украинская песня Как всегда Аншлаг Изображён И здесь рассказывается Что он за свою смелость Не раз бывал бит Михаил родом Из Винницкой области Однако практически всю жизнь Прожил в Крыму Поёт украинские народные песни На набережной Уже 15 лет За свою смелость Уже неоднократно расплачивался И фишка в том Что его Украинцы то добрые А вот остальные Остальные Они подсылают к нему спецслужб Спецслужбы Провокаторов подсылают К бандуристу Украинцы добрые Навіть мабы Якщо я и не дуже спеваю То хоть То підтримую А в загалом Так Мовчки проходят Ктось что-то покаже Добрый Ну я только подсылаю Спецслужбы верну И эти провокаторы Не дают ему петь В общем шестёрки эти все Спецслужбы Шестёрок провокаторов Чтобы они загоняли меня Провоковали Не давали спевать Мы поискали и нашли Его письмо На некий сайт Смотрите Это автоматический перевод Поэтому не обращайте внимания Письмо написано по-украински На самом деле Крымска Светлыця И вот приходит им письмо Крымский Майдан Написано Это ещё хрен знает какой год Это до Майдана Второго Здравствуйте Уважаемая редакция Я Белозёр Михаил Дмитриевич 53-го года Художник Бандурист Вашу газету покупаю Что мне нравится Ваша позиция Ещё выписываю Партийную газету Нация и государство И здесь он рассказывает Что он нашёл Несколько человек Чтобы собрать Настоящих украинцев Но не смог этого сделать Несколько человек Которым сообщил Собирались с полгода Но они не отвечали Элементарным требованием В первую очередь Все двуличные приспособленцы И нашим и вашим То есть с русскоязычными Говорят по-русски А с украиноязычными По-украински Сразу выяснилось Кто есть кто То есть видно Что у него на этой теме Ну такой идёт Немножко сдвиг Вроде бы как Может быть шёл этот сдвиг Может быть потом Что-то исправилось Потому что дедушка Ты такой в общем Смотришь и плачешь Знаете Все его обижают Обижают Его и тогда видите Ему и тогда люди не нравились Которые там собирались Ну что-то такое И тут я нахожу Одно интервью С этим дедушкой Моя коллега Ольга На самом деле Его нашла Шесть лет назад Кобзарь С города Ялты Недавно мне Короче Вдохновил Кобзарь Михаил Белозор И давайте послушаем Его рассказы Кобзаря Ну начинает он Это он То есть Это он однозначно Как вас зовут Михаил Белозор Михаил Белозор Из Ялты Так? Ви же 18 лет Кобзарюйте Треба в селе В Крым А тут ты представляешь Какое Кацапы и жиды Его окружали Ну что ж ты А ну блин Как же Крым От них очистить Ведь приехавшему Из села Винницкой области Как там прожить Кацапы и жиды Ну в таком роде Я побачил Все это Зрозумел И почал писать В газете Там я трохи Дописывал Потому что на меня Нападали То я почал Шукати И нашел Бендеровцев В Крыму Ну то что Бендеровцев Нашел Это окей Но он говорит На него нападали А так на него Не сейчас начали нападать На него Всю его жизнь Нападали Да Как же он Бедолага Удержался Там в Крыму А вы кажете Что И тогда крали И сейчас Выходит Крадут Постойно Не Ну так Это же не можливо Это же Окупаційно Чтобы По первому Люди Не дают жить А по второму Навіть Мене Весьчас Провоковали Чтобы я вкрал Там что-то Подставляли Показывали Доми Розвали Что там Можно взяти Ну весьчас Потому что Я бы на Гачку Был Его провоцировали Постоянно Красть Его Красть Постоянно Провоцировали То есть Мне кажется Что ему хорошо бы Еще к одному Врачу Заглянуть Ну это лично Мое мнение Немножко Офигевший Даже интервьюер Вот от этого Вот деда Он даже интервьюер Офигел И он ему говорит Что в общем-то Ну есть же хорошее А все це Гарно Хоча россияне Есть и добрые Серед россиян Вы погоди Ну так Вони ж є Там Який зараз Против Путіна Я раньше Казал ку всі Але якби всіх Вигнати То було б Ну русских Лучше выгнать Всех З Крыма Сказал человек Который является Коренным Крымчанином Бедняжка Которого Постоянно Все Обижают Казал ку всі Але якби всіх Вигнати То було б Хто тільки розмовляє Російською мовою Україне То він дає Потягче Привід Для того Щоб інші Спосідоване покоління І так далі Тобто що це гарно Понятно Хто по-русски говорит Тот дает повод Другим поколениям Говорить по-русски Поэтому лучше Их выгнать Всех Это дедушка Тот же самый Я чуть не всплакнул Тогда Да Это тот же самый Дедушка Вони так Нехай російською Мову розмовляють Я наприкав Я тебе кажу Хтось там Говорит Нехай вони розмовляють Ми дам бачити Хто є хто Тобто це боєвузи На яких не можна Ні покластися Нічого Вони будут розмовляти Замною заробля Розмовляти українською Підійде Кацап І зразу перейде На його мову Ты посмотри Кацап подойдет Тот переходит На кацапський язык Смотрите Внимание Радио Свобода Показала этого дедушку Жаж слезки наворачиваться Ну это дедушка Стоит в Ялте На набережной Поєт українські песни І я не вижу Чтоб його там Кто-то трогав Якщо він там поє Десятилетия І його ніхто не трогає То есть Можна сказати Що к нему Относиться толерантно При этом Радио Свобода Даже вот из этого Вымутила Вырвали чуб За український язык І так далі При этом дедушка Говорит о том Що не худо було Всех, хто говорить По-русски Выслать Коренной Крымчанин Ну как бы Знаете Странно Это выглядит Мягко скажу Это выглядит Странно Ну а теперь Вишенка на торт И они так и налаштовані Проросийский Дай все Нещодавно взяв Російський паспорт Тепер отримує пенсію Ну как бы это У меня все Подписывайся Чтоб ничего не пропустить Пока